приветствую дорогие друзья в нашем мире автомобильным я имею ввиду есть разные автомобили есть просто машины которые родились возить пятую точку из пункта к пункт б они непримечательны культовыми никогда в жизни не станут и родились повозили и умерли сгнили их сдали на металлолом и так далее но есть нашей жизни культовые автомобили и сегодня хочу вам показать легендарный автомобиль lan cruiser 80 как вы видите во всей красе с правильным обвесом ну и от нас как вы уже поняли наверняка с правильным мотором вывоз вывод только вдумайтесь в какой автомобиль вот такой стандартный среднестатистический которые сейчас есть на наших дорогах люди могут вкладывать огромнейшие деньги каждый день мне поступают непонятные на самом деле запросы и по вот я езжу там на солярисе на ларгус или еще на чем-то а можно ли туда поставить какой-то мотор коробку тормоза подвеску и прочь конечно все это может но кто будет туда вкладывать миллионы а в легенды будь то 80 крузак nissan patrol старые мерседесы которые вы не раз видели на наших каналах люди их любят люди туда вкладывают большие деньги потому что действительно культовые удобные автомобили данном случае 80 крузак как вы видите немного переоборудованный в том числе снаружи то есть это своего рода такой лайтовый экспедиционник давайте пробежимся и посмотрим вообще что в нем есть а вы сами примерно поймите и скалькулируйте вообще что на выходе давайте начнем по наружке ну во первых то что бросается прям сразу в глаза немного лифтованный колеса другие диски передний бампер как вы многие знаете что сейчас бампер с кенгурят никому же невозможно оформить легально но эти элементы тюнинга были оформлены еще до того когда появился запрет и самое кстати интересное этот бампер не просто какая-то сварная хрень где-то в гараже это действительно качественная запчасть сделанная из алюминия то есть выглядит массивно толщина здесь действительно большая но при этом вес не такой большой смотрю иногда там на какие-то внедорожники на которые навесили современные там из швелеров из толстого металла бампера я понимаю сколько же это вес здесь реально он сделан из алюминия ну конечно же присутствует лебедка также доп фары и еще один маленький атрибут под одной из фар это тепловизор о нем я расскажу позже двигаемся дальше ну конечно же присутствуют подножки по подвеске это другие амортизаторы другие пружины сзади у нас также присутствует бампер запаска фаркоп в общем все что необходимо для того чтобы пользоваться полноценно автомобилем охота рыбалка и так далее сколько стоят такие автомобили на вторичном рынке ну я думаю даже за 500 тысяч рублей гнилой там ушатанный можно купить дальше бесконечность кто-то миллион кто-то 5 а кто-то 10 давайте вам просто покажу состояние этого автомобиля ну то есть чтобы вы понимали то есть шовчики все вот двери весь герметик даже вот видите еще штампы тойота все оригинальные сохранены то есть понятно что этот автомобиль я уверен реставрировался потому что так вот смотришь насколько все это сделано с любовью по днищу я пробежался по раме я пробежался давайте другую дверь откроем для того чтобы вы не думали что я что-то вы думаю то есть посмотрим здесь все шовчики также гравировка тойоты пороги то есть в таком состоянии сейчас купить не знаю там ладо гранту пятилетнюю вряд ли удастся потому что за пять лет там уже будут дыры здесь же как вы видите все в идеальном состоянии почему но потому что этот автомобиль культовый потому что люди любят его и в данном случае владелец как вы видите содержит его вот такому прекраснейшим состоянии и как вы думаете сколько это может стоить вот это реально очень и очень дорого дальше посмотрим салон уже более детально естественно как вы понимаете для удобства здесь установлены другие сидения в данном случае это от бмв со всеми возможными регулировками в том числе даже электрорегулировка передней подушки развитая боковая поддержка ну в общем я думаю не далеко не секрет что в те года 80 в 90 и когда собственно производился этот автомобиль то сиденья не имели такой вот развитой поддержки такого комфорта таких регулировок общем это конечно же нужно было сделать далее поменен руль присутствует куча всяких элементов там в виде рации тепловизор о чем я и говорил там другой мультимедиа и прочее ну заглянем под капот посмотрим что мы там натворили как всегда под капотом на самом деле уже пересвап второй раз об этом тоже чуть чуть позже давайте сначала пробежимся в целом по нашей работе под капотом легендарная восьмерка 2 уз 4 7 в версии вы вот и и то есть который имеет мощность там от 272 по моему до 285 что-то в этом духе в зависимости от блока управления рынка сбыта ну понятное дело что при свапе мы немножечко добавляем чипа немножечко там по экологии играемся и так далее и поэтому сколько он выдает честно я не знаю в этом моторе мощность она не такая большая какая бы из этих цифр здесь не фигурировала даже если кто-то из сваперов там смотрю youtube и говорит вот я поставил мотор там чипа ну там 320 сил откуда эти цифры взялись я не понимаю но неважно в этом моторе кайф крутящего момента который доступен с низов то чего нет на дизелях то есть кто ничего не говорил кто в ничего не писал на дизелях есть turbo яма здесь turbo ямы нет и поэтому ездить на этом моторе эластичном моторе тяговитом моторе намного приятнее чем на дизеле который до этого здесь стоят в общем и целом подкапотное пространство восьмидесятки огромное вы наверняка помните что мы сюда умещали в 12 от тойота центре это от представительского седана для первых лиц японии ну а вы 8 сюда просто провалился и мы даже не видим его грубо говоря ну то есть посмотрите сколько места спереди от вентилятора до грм до передней части двигателя то есть все обслуживание здесь можно сделать ну я не знаю может даже сюда человек поместится как-то снизу поменяет грм вылезет и скажет братам все готово то есть но я думаю что это именно так может произойти в остальном то есть доступ к катушкам ко всем абсолютно нормальный то есть все хорошо сделано старались выловить такие зазоры такие размеры чтобы действительно ко всему был доступ то есть даже если какой-то крупный ремонт например да ну вот предположим там перегрели мотор надо снять голову шлифануть прокладку поменять это можно сделать не вынимая двигателя то есть даже сзади зазоры учитывали по некоторым моментам то есть скажем фильтр впуск он остается родной мы переделываем только под нужный диаметр выход уже дальше расходомер и прочие моменты все что есть в автомобиле на тот момент вот как он выпущен все сохранено то есть имеется ввиду и все печки все кондиционеры все какие-то периферийные системы мы все стараемся сохранить далее по некоторым моментам адсорбер у нас появился чего собственно раньше и не было по электрике вот здесь можно посмотреть на некоторые жгуты и вот блок предохранитель он остался родной вот здесь сверху есть дополнительное обозначение которые мы как бы изменили по электрике в целом здесь пришлось очень и очень сильно повозиться на лайв канале я как раз выкладывал и некоторых наших соц сетях ту боль с которой пришлось столкнуться нашим электриком потому что еще раз подчеркнуть уже повторный свап и здесь было много допов вот эти фарки какие-то вот здесь вот какие-то заряднички там и так далее и многое из этого было подключено по принципу подмотали какой-то изолентой чуть-чуть маханули и и все и типа ну работает ну работает а то что ну как бы это не по культуре свапа не по культуре автомобиля строения никто об этом не задумывался ну опустим эти моменты все ошибаются поэтому ну что ну было так был переделали облагородили нам приятно и заказчику приятно в общем вот так вот выглядит подкапотное пространство то есть еще раз подчеркну ко всему из доступ это легендарный двигатель в 8 кстати хочу сказать большое спасибо компании hodas auto в частности михаилу и никите именно с никита я лично летал в арабские эмираты я лично выбирал эти двигатели то есть мы делали эндоскопию максимальный тест этих моторов и дальше грузили и уже здесь встретили огромную партию этих моторов которые нам хватит уже до двадцать четвертого года ближайшее время также с ними полечу в общем ребята красавцы знают свое дело если вам нужен контрактный мотор конечно же смело к ним обращайтесь покупайте потому что они лично ездят и лично проверяйтесь не все подряд грибут а проверяют и даже если в процессе проверки совершают ошибки то конечно же есть возврат гарантия и грамотное человеческое решение любой конфликтной ситуации друзья маленькая рекламная пауза недавно я говорил о том что собирают для себя range rover sport так вот я его собрал не доделал еще сейчас устраняю кое-какие моменты достраиваем до настраиваем и прочее но речь сейчас пойдет именно о масле который залито в этот двигатель и в редуктора этого автомобиля я думаю часто владельцы range rover of сталкиваются с тем что какие-то звуки есть от редукторов где-то что-то под сброс газа там подгуживает и так далее и как я говорил ранее я залил сюда правильное масло cooper редуктора именно вот такое 7585 я напомню это наше отечественное масло cooper на основе медной технологии то есть старая забытая технологии еще из времен ссср но она реально работает и залив это масло я понял что действительно она того стоит ранее я заливал только в двигатель а сейчас еще и в редуктора и нисколько не пожалел в двигателе же здесь и нас line 540 как вы знаете все те старенькие тойоты которые мы устанавливаем они спокойно работают на 540 это стандартное масло классное масло и без каких-либо проблем двигатель продолжает работать ну а для вашего двигателя может такое масло не подойти именно 540 именно этой линейки на сайте cooper вы можете подобрать для себя вязкость масла исходя из вашего двигателя потому что запомните у каждого двигателя своя спецификация свои требования то здесь важно не ошибиться и самое главное важно грамотно перейти на это масло через промывку в общем вся информация как всегда в описании от меня хорошая скидка переходите по ссылке ознакомь ливайтесь выбирайте для себя правильно и главное наше отечественное масло в общем и плавно перемещаемся в салон как видите весь салон в плане приборки торпеды он оригинальный как я говорил уже руль другой приборка осталась штатная сейчас двигатель уже заведен работает кондиционер никакая контрольная лампочка не горит хотя все мы их выявили температуру понятно давление масло это все вот как по штату было так все это здесь показывается абсолютно правильно здесь стоит какая-то магнитола современная вот как раз о чем я говорил что здесь стоит тепловизор потом загрузился вот видите как раз черно-белое такое вот изображение и показывается вот человек идет человек теплее чем понятное дело там брусчатка вот на низая ночью наверно выслежите их ты животных там кабанчиков еще кого-то я не охотник честно не не знаю вообще что с этим и как делать ну прикольная игрушка в общем прикольная игрушка вот по селектору у нас селектор со всеми функциями которые положены для этого мотора то есть после драйв у нас 432 л эти все режимы выведены режима соответственно между севой блокировки он также вот есть присутствует то есть все что было завода она сохранена все чего не было то что нужно добавить мы обязательно добавляем здесь вот присутствует например две кнопочки это power и снова остальные кнопки здесь были это понимает вот подогревы это вот включение каких-то допов в этом автомобиле есть кнопочки круиз они вот по левой стороне просто обычные стандартные аналоговые кнопочки дальше через резисторы подцепили к этому двигателю все они как бы работают казалось бы да многие напишут сейчас чего там джойстик не купили там от сотки крузака но он просто не поместился банально кожух очень маленький в восьмидесятке поэтому не помещается ну решение с кнопочками как мы видим в целом в этом автомобиле учитывая что здесь кнопочки там сям вот тут к лампочке тумблера это нормальное решение учитывая что вот когда вот так вот создается условно говоря экспедиционе что что-то прибавляется добавляется кнопочки прибавляются и так далее и глазу особо не мозолит это же не майбах какой-то да где там должно быть там все там сверкать блестеть нет это автомобиль спецавтомобиль для спецзадач назовем это так очень прокатимся потихонечку покажу вам как едет хотя много раз я демонстрировал это что 2 узет это классный низовой эластичный мотор без всяких turbo ям с большим диапазоном крутящего момента собственно из-за этого его и любят многие любят ну а пока у нас светофор я вам расскажу историю родился этот автомобиль с бензиновым двигателем рядная шестерка как он там 1fz по-моему я уже забыл с карбюратором то есть это настолько старый автомобиль что здесь не было инжектора он был карбюраторный и понятное дело на этом карбюраторе куда-то ездить в нынешнем ритме жизни уже было ну как-то так мягко говоря вяло потом видимо проштудировав интернет посмотрев что пишут люди а что люди пишут в интернете ставь дизель ставь дизель это круто это экономично вот это вот все вот эти диванные эксперты но и соответственно сюда поставили 1 hd fte это от сотого крузака причем с чипом с тюнингом там уже современный скажем так двигатель которого здесь не было 80 с механик и вроде как бы да поехала все закрутилось завертелось но вот это turbo яма до 2000 вот этот рев дизеля вот эта механика скудный крутящий момент но уж понимаете да там после 4000 он уже никуда не едет от 2 до 4 вот 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 он крутящий момент все дальше от переключать вот этой мешалкой но поймите правильно за что я топлю за то что какой бы ни был подготовленный спец автомобиль спец экспедиционник автодом и все вот такое большое эти машины должны как-то и ездить и по дорогам общего пользования ведь поймите правильно есть допустим багги это спорт инвентарь которого нет номеров и вы его возите там на прицепчике довезли по лесам погоняли там по полям по горам почему угодно и дальше увезли этот же автомобиль официален кстати мы также в него все прописали и мотор и коробка все прописано как вы видите помимо того что уже до нас было оформлено в плане изменений и учитывая что такие машины они легальны хоть и на больших колесах хоть и на подвеске они должны с комфортом доезжать с пункта в пункт б до места назначения они должны спокойно выходить на обгон и обходить сразу несколько зерновозов ну допустим у вас узкая трасса как это сделать на дизель вот с таким вот крутящим моментом на этой мешалке это на самом деле смертоубийство да в чем-то эксперт из дивана конечно правы что где-то там в тайге только дизель завел потарахтил поехал экономично тяга есть там никаких трасс нету но этот автомобиль эксплуатируется в том числе по хорошим трассам и поэтому было принято решение поставить в 82 уз так что это уже второй свап переделка каких-то мелких проблем косяков и так далее в общем вот мы вышли сейчас уже напрямую смотрите как он едет но для начала я просто еле дотрагиваюсь до педали газа как вы видите тысяча сто пятьдесят оборотов 60 км в час сейчас мы проедем тряса не чуть-чуть это железнодорожный переезд заброшенный газ пол автомобиль тяжелый весит по моему 2 700 или 2 800 вот прет дальше ребят вы видите я просто уже сбавляю потому что но во первых опасно вторых камеры у нас и так далее вот но сам факт сам факт он прет он едет а то есть представьте да вы едете там 70 зерновоз вам надо выйти на обгон не надо вот эти каких-то экономических вот этих вот ласкание педали газа просто в полину дали раз у вас уже 120 70 было стало 120 быстро обошли быстро перестроились это безопасность у себя много раз говорю мощность это безопасность многие говорят до чего там ставите в 8 это гонки устраивать гонять светофора вот вы сейчас увидели разгон бодрый но не мега то есть конечно же там какая-нибудь современная иномарка на turbo полутора литровом моторе с dsg конечно она уедет еще и на чипе это безусловно сколько весят это пузо теркой сколько весь этот дура мостовая это понятно здесь то ну мы же отдаем отчет на чем мы едем и надо понимать что нам нужен запас вот поэтому это правильный мотор правильный свап здесь а 750 это пятиступка старая добрая но поверьте классная коробка надежная хорошо работающиеся за ней следите ухаживать то будет принципе ездить долго и счастливо вот смотрите я сейчас вот встал тут небольшую пробочку отпустил впереди поток вот смотрите 0 до то есть до 2000 а мы уже стартуем довольно таки бодро даже если вот так вот катится немножко впереди автомобиль да я вот сразу нажимаю и он сразу чуть приподнимается морда и вот он есть приход низовой если вы сравните допустим графики крутящего момента дизельного мотора и бензина то вы поймете что у дизеля как бы малый 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 крутящий момент потом кончилась turbo яма 1 плевок вот он пошел пик крутящего и спад на бензинке с холостых вы увидите что соответственно идет подъем подъем крутящего он идет как бы сразу горой пошел подъем крутящего с трех с половиной идет пик до наверное пяти пяти с лишним тысяч оборотов и только в конце чуть-чуть вот он чуть-чуть пошел вниз то есть получается во первых и сам диапазон очень большой и снизу у вас нету вот такой ровной полки практически отсутствующего моментом то есть очень малого то есть нам сразу пошла вот о чем я говорю и многие в прошлых роликах когда я тестировал этот автомобиль и показывал его до свапа когда я показывал сотни других автомобилей дизельных до свапа где я говорил что там есть turbo яма даже на новом range ровере дорогущим с 44 я это все тоже демонстрировал мне люди верю да нет да ты чё да там мотор не едет да тут пахтит тут то то все ребят ну хватит выдумывать вы же прекрасно понимаете то о чем я говорю вот кто хочет поспорить может реально приехать и мне показать что у человека под капотом дизель который прям снизу прям также вот все четко все крут на трассе то понятно когда вы раздуты да все хорошо то есть нет я к чему говорю все таки к тому что видите вот человек прошел и бензинку карбюраторную и дизель турбовый хороший который многие хотят себе поставить вот этот вот от сотового крузака 1 hd ftv и все-таки перешел на бензин ну наверное не просто так наверное есть чем сравнить тем более это не единственная машина в семье в коллекции учитывая что это спец автомобиль и есть еще другие которые также спец машины и приносит каждый приносит определенные удовольствия и делает определенные задачи немножко по режимам селектор в бок 4 вот сразу смотрите на тахометр я переключаю 3 2 3 с половиной тысячи вот видите на второе вот можно просто беречь вот так вот и она держит именно вторую передачу возвращаю на третью на 4 драйв то есть весь функционал этого силового агрегата суда выведены и в случае бездорожья когда вы там на понижайке вам надо уже смотреть на какой передачи допустим если вы по зимнику едете то здесь можно все сделать грамотно потому что есть отдельный лагерь людей которые говорит что автомат на бездорожье на вот крузаках там или в на чем-то равном не менее ни в коем случае его можно порвать сломать и не значит с ним сделать и надо только на мешалке нет ребят нет еще раз нет и это доказывайте не вы мне который пишите комменты а реально мне доказывают клиенты и мои клиенты просто подписчики которые эксплуатируют и механики и автоматы и особенно те люди у которых в коллекции есть куча машин на механике куча машин на автомате они могут сравнить это люди которые бывали и в болоте и на бездорожье и на зимниках где только не бывали я не просто так это говорю да я не такой человек который любитель оффроуда но я впитываю реальную информацию не диван а именно реальную информацию от тех людей кто эксплуатируют те или иные агрегаты трансмиссии и так далее и вот это действительно хорошие живые отзывы они не вот это вот все в целом друзья вот катаюсь сейчас вот просто спокойно да вы видите я не давлю особо коробка в таком спокойном режиме я реально кайфую я получаю удовольствие потому что грамотно работает климатическая установка причем настолько грамотно что я уже практически замерз и можно даже заболеть хорошо работает коробка двигатель тянет с низов и в целом здесь хорошая подвеска качественная подвеска ну сравнивая с другими внедорожниками желеобразными здесь все как будто собрано вот настолько насколько это возможно для мостового автомобиля я просто вот катаюсь и получаю удовольствие в целом ходовые испытания которые проводились на этом автомобиле на протяжении нескольких недель мы смотрели тестировали выявляли настраивали и прочее и помимо настроек я вот получаю истинное удовольствие классный автомобиль я понимаю почему любят этот автомобиль почему действительно культовый то есть вот совокупность всех этих факторов действительно делает культовость вот этого автомобиля очень довольны реально доволен с 50 вот предположим да вы вышли на обгон 3 4 5 6 7 но допустим 7 секунд вам надо достать 10 с 50 до ста 107 секунд это минимальное в принципе время я считаю вот для такой конфигурации и хорошо позволит обойти какие-то медленно едущие автомобили подводим итог я довольна этим автомобилем в целом вот в том виде в котором содержит его владелец в том виде в котором создал его владелец первично по подвеске по вот этим обвесом кенгурят ником алюминиевым бампером фаром и прочее там тепловизором музыка кстати здесь музыки тоже некоторые моменты очень хорошо сделан там сабвуфер есть на вот мне это понравилось также действительно я доволен как этот двигатель вписался в этот автомобиль и физически и технически и по главным парам я сейчас не вспомню какое здесь передачное число но она не очень высокая вот но в целом комфортно потому что там скажем на 100 по моему 25 около двух тысяч оборотов но это же классно то можно на трассе получить и топливную экономичность более того вы же наверняка кто-то воспринимает мои слова как но сам себя не похвалишь никто не похвалят но нет приезжал уже владелец он сейчас уехал в отпуск он уже приезжал смотрел щупал взял прокатиться по моему там за 50 или за 60 километров от нашей базы вернулся обратно каким-то своим делам говорить давай и дела свои порешаю перед отпуском и заодно прокачусь протестирую он прокатился вернулся да класс все едет все комфортно все плавно эластичная жара была кондиционерчик все все классно улетел в отпуск сейчас после съемок мы отдаем водителю этот автомобиль и он стартует в крым на свое пмж ну и по традиции еще одним хорошим автомобилем на дорогах стороны становится больше правильным автомобилем с правильным в 8 вся необходимая информация напомню всегда есть в описании то есть как нас найти телефон и явки пароли цены и прочее ну а вы дорогие друзья вообще напишите что вы думаете по поводу этого автомобиля вообще оцените потому что я думаю вы увидели состояние самого кузова состояние салона тот объем тюнинга который был сделан до нас далее представьте что это уже 2 пересвап и вообще вдумайтесь какая цифра на выходе даже многие спрашивают какая цена сколько стоит даже вот едешь на перекрестке а сколько стоит продаешь это несколько глупые вопросы которые ни к чему не приводит потому что если вы сядете сейчас все это просчитаете вы наверное получите цифру квартиры в москве ну по-другому никогда где-то на окраине но сумму квартиры в москве и многие скажут да зачем тратить такие деньги выбрасывать и так далее ребят человек живет эмоциями и пока он живет эмоциями он жив это самое важное самое главное наверное в нашей жизни в общем с вами был как всегда василий за кадром вся наша команда которая сделала этот крутейшие легендарный автомобиль до новых встреч